здорово чуваки вы смотрите кальянный блок по башке меня как обычно как всегда зовут дмитрий сегодня у нас на обзоре чашки под названием форма и новая коктейльная линейка от компании бакар поэтому садитесь поудобнее мы начинаем поехали по сад если досмотришь этот видос до конца ты узнаешь условия розыгрыша чашки форма и очень много таких приятных ништяков приятных подгонов от меня поэтому досмотри этот видос до конца также в конце этого видоса будут итоги розыгрыша прошлого позапрошлого видоса новая форма чашки достаточно интересная чашка увесистая по таким тактильным ощущениям чашка очень и очень приятно то есть отполирована зачищена все очень и очень хорошо посадка у чашки хорошая на любые кальяны под любые коннекторы подходят идеально это сразу такой большой плюс потому что я не сталкивался с той проблемой что чашка у меня не встает спокойно на уплотнители или соскальзывает во время курения потому что сироп протекает эта чашка предназначена специально для домашних курильщиков в основном то есть идеология бренда форма заточена прям под домашнего курильщика также производитель заявляет о том что кстати подпишитесь на их инстаграм я ссылочку оставлю в описании потому что ну чуваки прям творят лютейшую дичь они свои чашки пытаются разбить взрывает петардами и все прочее поэтому интересно наблюдать очень позитивный владелец бренда он сам ведет instagram если я не ошибаюсь он сам ведет instagram постоянно записывает stories и такой добродушный приятный молодой человек поэтому если вам интересно ребятки ссылку оставляю в описании переходите и смотрите наблюдайте за всем творчеством компании форма есть только один форм-фактор чашки это что-то среднее между классической туркой а также сферической формы чашки типа по типу тому погашки и все прочее то есть это просто хорошая классическая сферическая чашка вместительность вернее загрузка чашки 10-12 грамм что позволяет комфортно насладиться курением около там 40 минут может быть даже часа если ты куришь в 1 у меня было достаточно много времени чтобы протестировать эти чашки а также сделать дроп тест который вы увидите немножко попозже прочитаю вам информацию техническую информацию которую прислал мне производитель чашка выполнена из высокотемпературной керамики на основе полуфарфора и создавалась специально для домашнего любителя кальяна так как я вам уже говорил чашка прекрасно работает на трех углях и спокойно отводит жар чтобы не перегревать табачную смесь чаша приходит в рабочее состояние после прогрева в течение 4 5 минут на четырех углях и далее комфортно работает 40 60 минут на трех углях чаша создана по старинной японской технологии не реками это когда смешиваться несколько видов глин и каждый раз получается уникальный интересный рисунок поэтому по сути вы будете обладать единственной чашкой в мире на самом деле чашки все отличаются то есть у меня на обзоре мне прислали три цвета они все отличаются но понятное дело что не только цветами но рисунки на чашках не повторяется каждый рисунок это уникальный рисунок чашки благодаря высокотемпературному обжигу чашки она не впитывает себя вкусы и запахи то есть соответственно чашку очень легко мыть она очень легко отмывается не остается практически следов конечно сверху по кантику по контуру чашки конечно следы остаются но они незначительные они небольшие сколько бы я не курил на данных чашках но запаха у чашки нету запах отсутствует полностью розничная стоимость чашки форма 450 рублей плюс ребята запустили определенную акцию кука маркете ты приносишь любую свою старую чашку и получаешь скидку 100 рублей на чашку форма то бишь ты покупаешь чашку за 350 рублей тоже не может это не радовать это очень хорошо это очень здорово теперь ребята пришло время посмотреть вот этот самый-самый прикольный момент это дроп тест этой чашки смотрим дроп тест и переходим к табаку бакар дроп тест Да, получилось не так, как мы хотели. Не так, как было задумано. С первого раза она разбилась. Но об этом чуть-чуть попозже. Переходим к табачку Бакар. Коктейльная линейка табака Бакар. Скажу честно, ребята, до этого я не знаком был с компанией Бакар. Я не видел их табака. Буквально, может быть, полтора месяца назад я случайно наткнулся на их инстаграм, увидел. Мне стало интересно, потому что я видел, что они там репостят себе, что их отмечают другие блогеры. Мне стало интересно, я написал ребятам, пришлите мне на обзор. Мне прислали 4 вкуса. И это, наверное, тот самый случай, когда мне не пришлось до хера чего прокуривать. Производится табак Бакар в городе Казань. И это бленд Бёрли и Вирджиния. Бёрли у нас занимает 90% смеси и 10% занимает Вирджиния. Как говорит сам производитель, то, что долго разрабатывая, долго перерабатывая, натыкаясь на какие-то ошибки методом проб и ошибок, они пришли к идеальной формуле. Сразу скажу, что вот лично для меня крепость здесь, ну, я особо её не чувствую, потому что я уже такой прокурыш, прокуренный чувак. Ну, крепость, соответственно, нормально, хорошая. По поводу жаростойкости, ребята также заявляют, что жаростойкость на высшем уровне. В общем, в течение часа у тебя будет всё курица комфортно, без каких-то там провалов по аромке, без каких-то траблов. То есть, всё будет у тебя хорошо. Теперь в руки попала мне вот такая вот брошюра, которую ребята мне прислали с описанием вкусов. И также тут есть краткая информация по табаку Бакар. Рекомендации по забивке. Классика. Распушите табак, положите его по всему объёму чаши, чтобы табачные листья выступали за края чашки. Примерно на 1 мм. Ну, то есть, ребята, чтобы вы понимали, это просто обычная классическая забивка, как мы все привыкли. Воздушно, с лёгким отступом, или же вообще с отступом. Забивайте табак, и всё у вас будет куриться комфортно. На какой чашке лучше курица табак Бакар? То есть, это классические чашки, и это фаналы. На фаналах я не проверял, как это курица, как это себя ведёт. Потому что фаналы я использую очень и очень редко. По большей части фаналами я вообще не пользуюсь. Сейчас, как вы видите, я курю также Бакар на форме. И всё курица прикольно, всё курица комфортно. Ну и так, в общем, поговорили про такие технические характеристики, про технические моменты табака. Теперь приступим к упаковке. Вес упаковки, вес коктейльной линейки, это 20-граммовая пачечка. Открывая эту упаковку, нас встречает также информация о самом табаке. Раскладывается всё вот так вот, прикольненько. Также вы можете ознакомиться со вкусами, которые есть в линейке One. То есть, это коктейльная линейка. Розничная стоимость варьируется от 140 до 160 рублей. Это я так промониторил разные интернет-магазины. И чтобы свериться, посмотреть, какие будут розничные цены на коктейльную линейку Бакара. На данный момент всего лишь 15 вкусов. Мне прислали 4. Поэтому пришло время поговорить именно о вкусах табака Бакар. Первое, что попало мне под руку, это вкус маркиз. Богатый и многогранный вкус с травянистыми нотками. Сладость экзотического киви и яркий аромат лесной малины. Прекрасно дополнила бодрящая кислинка лайма. Это такой прикольный кисло-сладкий микс, который... Ну, я не скажу, что я прям от него в дичайшем восторге. Но, в принципе, пару раз покурить можно. Это сугубо вкусовщина. Это сугубо мое мнение. Потому что я высказываю лишь мое мнение. Прислушиваться вам или нет, это уже дело ваше. Поэтому маркиз я не могу занести в категорию топчик. Потому что, ну, опять же, его много не покуришь. И это такой вкус, который... Он однообразный. И там дикого восторга ты от него не получишь. Но, в принципе, малина чувствуется. Киви я, к сожалению, особо не почувствовал. Кислинку лайма, соответственно, также уловил. Поэтому это такой средняковый вкус, который попадает у меня в категорию среднячок. И мы переходим дальше. Лали пап. Этот вкус, это именно тот вкус, который я курю сейчас. Поэтому отставим его на самый последний момент. Сплэш. Вот это вот прям реально топовый вкус, который я смело вам могу, ребятки, рекомендовать. Сплэш это у нас бодрящий глоток зеленого чая с нотками спелого манго и ароматной груши. Легкий и вкусный травянистый коктейльный микс. Вот это вот реально. Это необычно. Курица чувствуется такой приятный зеленый чай с дополнением фруктов. Грушу как бы уловить также можно. Какой-то сироп такой груши или свежевыжатый сок. Манго здесь тоже очень хороший. Нет вот этой травянистой противной ноты. В принципе, этот вкус идеально сбалансирован. Мне реально зашел, мне реально понравился. Вкус у нас три демона. И это у нас сладкий аромат личи, сочные ягоды, земляники и глоток бодрящего апельсинового фреша со льдом для розовой забивки. Здесь отчетливо я почувствовал цитрусовую ноту. Не почувствовал, к сожалению, ноту личи. Так, в принципе, вкус более-менее хорошо сбалансирован, но он не попадает в мою категорию топчик. Ну и последний вкус, ребятки, это у нас Лали Поп. Кричащий и хулиганский вкус. В основе лежит леденящая ментоловая свежесть и кисло-сладкая малина. Идеален для миксов. Какой-то прям ментоловой свежести особо не чувствуешь. Но этот вкус очень приятный. И вот все больше и больше он греется, стоит и он открывается по-другому. Это прям приятные такие малиновые леденцы. Конечно, со свежестью. И этот вкус я сразу отправляю в категорию топчик. Мне реально нравится такой свежий, ненавязчивый, легкий, приятный вкус. Ну и в общем, ребята, разобрали мы все эти продукты, которые сегодня у нас на обзоре. А в частности, это чашка форма и табак Бакар. Что могу сказать? Табак Бакар. Это вот чисто розничная история. 20-граммовые упаковочки. По времени курения, это стабильные там 40-60 минут. Табак имеет хорошую жаростойкость. Насчет самой фракции табака. Между средним и мелким. То есть, хорошее в никакой там дорезке, ничего не нуждается. Но по самой консистенции, это как будто, ну не до конца мой идеал. Забить это все можно. Забить это все не заставит большого труда. Но опять же, есть, присутствует вот эта чуть-чуть клейкая основа. За это такое 50 на 50. Плюс-минус я ставлю. Продукт неплохой. За 150 рублей можно попробовать. В принципе, акцизный. Коктейльная линейка. Могу вам порекомендовать. Чисто для того, чтобы ознакомиться. Итак, чашка формы. Как вы смогли заметить, я решил сделать такой дроп-тест. Я решил провести некий дроп-тест для того, чтобы понять, насколько крепкая эта чашка. Потому что ситуации бывают разные. Первая задумка у меня была, типа, вот бывает такое. Бывает неоднократно, когда чашка плохо села на уплотнитель. Или уплотнитель у тебя дерьмовый. Или там миласа протекла. Ты несешь кальян, и чашка у тебя сваливается с кальяна. Я хотел сделать от пояса, я хотел сделать от груди с размера. Ну и также у многих людей дома, так как чашка-то рассчитана чисто под домашнего курильщика. У многих дома плитка находится. У кого-то в гостиной, у кого-то на кухне. Многие люди курят кальян на кухне. Некоторые курят на балконах. И на балконах у людей плитка. Поэтому я захотел уронить чашку на плитку. Как вы видели, чашка бросалась. Не бросалась, а просто я ее выронил из руки на плитку в районе пояса. На расстоянии от пояса. Но, к сожалению, не повезло, не фартануло. Вот эта малышка немножко пострадала. Две части. Но зато я успел оценить толщину стенок чашки в разрез. Чашка на самом деле очень толстая, очень хорошо сделана. Но что-то пошло не по плану. Две остальные чашки я не захотел бить. Я не захотел разбивать. Потому что одну из них мы разыграем. И вот вам, ребятки, условия розыгрыша. Быть подписанным на мой канал. Поставить лайк, косик этому видосику. И написать один хороший комментарий. Кек, шмек, пек. Опять же, я говорю, не принимается. Через две недели мы подвоим итоги розыгрыша. И победитель заберет одну чашку в форму. Реально достойная, хорошая чашка. Плюс куча приятных, прекрасных ништяков от меня. Там персональные муштуки, табачки и все прочее. Поэтому, ребятки, участвуйте. Времени у вас не так уж много. Две недели. И мы подводим итоги розыгрыша. Ну и в общем, итог по чашке форма. Для домашнего покура хорошая, идеальная чашка. Там 10-15 грамм табака помещается. Это прикольно. Это комфортно. Для одного или для двоих покурить вполне круто. Табачное сырье, которое ты забиваешь в чашку, оно не перегревается. Равномерно все прогревается. Плавненько так сверху вниз. И чашка отлично отводит жар от табака. То есть, чтобы у вас не было перегрева в свои толстые, крутые стенки. Ну и в общем, все, что можно сказать по этой чашке. Хорошая цена, хорошее качество. Симпатичный дизайн. Очень красиво все выглядит. Вживую это выглядит намного симпатичнее, чем на видео или фото. Поэтому спасибо, что досмотрели этот видос до конца. Я надеюсь, что вам было интересно, вам было полезно. На обзоре у нас были чашки форма табак Бакар со своей коктейльной линейкой. Меня зовут Дмитрий. И это кальянный блок по башке. И я с вами не прощаюсь, я говорю до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok